Нам по-прежнему нужна сказка. Мы уже за сказкой не идем куда-то в книжный магазин и даже не включаем для этого телевизор. Мы уже, друзья мои, сказку находим прямо среди нас. Более того, сказка в виде реального совершенно человека. Пришла сегодня к нам в студию Таня Барби, дизайнер, коллекционер, певица и... ну просто человек-сказка. 12 тысяч кукол Барби. Такая коллекция общей стоимостью 200 миллионов рублей хранится у живой русской Барби. Таня Тузова, дизайнер и коллекционер, всю свою жизнь стремилась максимально походить на легендарную американскую куклу. Увлечение началось в детстве, когда мама подарила ей первую Барби на день рождения. С тех пор девушка выбрала для себя жизнь в розовом цвете. Часть кукол Таня покупала сама, часть – подарки ее бывших мужей. Сейчас Татьяна состоит в пятом по счету браке. Все так же держит себя в строгой форме и не выходит из образа. Хотя однажды сделала попытку преобразиться на модном приговоре, куда ее привел супруг. Но элегантный образ, созданный стилистами, для Тани не подошел. Она не смогла принять себя слишком взрослой и не в розовом цвете. Таня, здравствуйте! Здравствуйте! Прямо все-все-все-все розовое. Вот вся-все, весь гардероб, вся одежда. Все розовое абсолютно. Все имеет защиту. Вот это приятно. И даже автомобили. Да, у меня несколько автомобилей, все они розовые. Несколько автомобилей. Круто. То есть первое, что в голову приходит человек, который наверняка вас первый раз вот видит, такие еще, наверное, есть, они спрашивают. Это все для работы? Это сценический образ? Это то, что вам помогает иметь, как вы сейчас сами сказали, ни одну автомашину и все в розовом цвете? Или вы действительно Барби? Для меня образ Барби – это не образ, это вся моя жизнь. Все мое творчество, оно посвящено кукле Барби. Я певица, блогер, дизайнер. И все мои песни о Барби, вся моя одежда, которую я шью, она тоже розового цвета в кукольном стиле. Ну, почему? Это же... Ну, кто-то может сказать, это ненормально. Как же так? Да, вам же наверняка... Я считаю, что Барби – это идеал. Женщины, успешные женщины, у Барби есть все. И главный слоган компании-производителя – ты можешь стать кем захочешь. Прочитав историю куклы Барби, а это история некой философии, революционность ее была в том, что впервые появилась кукла сразу взрослая женщина. Она так была задумана каким-то образом. И ее фишка была в том, что она могла делать все, что делает Таня. Вот эту вот карьеру, становится блогером. Ну, получается... А что еще есть философия Барби? Скажите, пожалуйста, вы осознанно воплощаете собой. Ну, и вообще, что вы можете сказать о Барби, с вашей точки зрения? Барби подражательниц Барби, на самом деле, очень много. Особенно после выхода фильма Барби. Ну, про фильм я хочу спросить потом. Но многие думают, что Барби – это только внешность, что нужно только там одеться в розовое, и все, и ты Барби. На самом деле, это гораздо глубже. У меня обучаются девочки, я их обучаю этикету. Правильно ходить по подиуму, красиво одеваться. Потому что есть такие семьи, у которых дети вообще категорически отказываются одеваться в платье. То есть это про женственность разговора? Да. И мамы потом мне пишут такие письма, что «Спасибо, что вы есть, моя дочь, глядя на вас, начала наконец-то одеваться правильно, как девочка». А вы всегда в таком... Такие очень женственные... Ну, это не образ, это мой образ жизни. Ну, точнее, вы же всегда вот так. У меня каждый день проводятся какие-то съемки. Дома вы в халате ходите? Ну, домашняя одежда у меня тоже вся розовенькая. Там розовый халатик, розовые тапочки, розовая пижамка, конечно. То есть вы уже встаете в Барби? А вот смотрите, вот это вот... Вот тут у нас тема душнила, сейчас сегодня процветает. И я просто читал, что вот было исследование, и это ученые сказали, что человек с пропорциями Барби, и женщина, если бы она была реально таких пропорций, она бы ходить не могла. А вы говорите о том, что это идеал. Конкретно мне нравится именно Барби такая, какая она была, когда ее создали. Родители забили тревогу, что девочки стали сидеть на диетах, делать себе пластические операции. И тогда компания Мотел решила выпустить Барби похожих на людей. Сейчас есть Барби толстушки и Барби инвалиды. Ну, это сильно позже уже, это через десятилетия практически. Ну, много времени. Ну, кстати, между прочим, а появление вот этих новых Барби не испортило что-то вот ваш вот этот вот мир? Я продолжаю следовать все равно в моде Барби девяностых, но недавно ученые проводили такой эксперимент. Они давали девочкам Барби девяностых и Барби, которые вот уже толстушка. И 90% детей выбрали Барби толстушку. Как ни странно, да. А с чем это связано? Может быть, это знаете, как бодипозитив уже пустил корни в головах детей. Или это все-таки естественно тянуться к женщинам? Ну, я на самом деле переживаю по этому поводу, потому что я все-таки против лишнего веса. Это хорошо. За это вам спасибо. Мы тоже. А вот скажите, у меня еще один тупой вопрос. А можно играть вашими куклами? Или это все-таки экспонаты, тем более какие-то там моритетные, дорогие, которые должны стоять и не дай бог. Да, вообще у меня 12 тысяч кукол Барби. И стоимость первой куклы на сегодняшний день полтора миллиона рублей. И таких кукол у меня в коллекции несколько. Ее стоимость каждый день растет. Возьми полтора миллиона рублей и поиграй. Нет, положи на стол, потом играй. Рядом с Кеном это прям как будто бы вы. Да, это портотип куклы Таня. Потому что я все-таки русская кукла. И у меня появилась идея создать такой аналог импортозамещения куклу Таню. Но если кто-то придет в гости, там девочка, вот ой кукла, кукла, естественно руки потянутся по рукам. Или все-таки есть какой-то вот... Я не знаю, что он задумывается. У меня есть куклы, которые только для коллекции. А также есть такой домик для Барби, где куклы, которые мне не особо нужны. Да, специально для игры у меня есть несколько кукол. Слушайте, вот этот вот момент, давайте вернемся к девочкам. Вот у вас для деток школа моделей, где вы учите их, чувствуете себя прекрасными. И уверенными. Но к чему это все в итоге идет? Вот это вот, когда девочка становится вот этой вот самой Барби, появится ли у нее Кен? Вот, будет ли там семья какая-то? Потому что смотрите, в свое время, это я все взял из истории развития компании Мател, их обвиняли в том, что у девочек формируется стереотип, что когда она там достигает определенного возраста, то ей просто с неба падает вот этот дом, где она будет каждый день наряжаться, ходить по магазинам, ездить на красивой машине. И на этом все. Машинке. Машина и тем русская кукла и отличается. Я обучаю девочек, что быть Барби, это не только внешне, что нужно обязательно учиться. У меня, например, у самой два высших образования. Первое образование преподаватель фортепиано, второе связи с общественностью. Я всегда девочкам говорю, что учитесь, потому что глупая кукла ни одному мужчине не нужна. Многие думают, что вот это путь к удачному замужеству. Это не так. Зачем мужчине рядом глупая женщина? Ну, шибко умная тоже навряд ли нужна. Кстати, для наших зрителей надо сказать, что, вернее, напомнить, это звучало в нашем профайле, во-первых, у нее есть сын, да, и у нее есть муж. Да, он, кстати, здесь со мной сегодня приехал. А у Кабраку есть вопрос. В продолжении, да, то есть, хорошо, вы формируете определенный сценарий, закладываете определенные ценности, в том числе и семейного характера, все это здорово. Но если представить, что человек стареет, то есть мы же не видели Барби... Что, представьте, посмотрите, вот. Барби-пенсионерку. Компания Мотел уже выпустила Барби-бабушку, да, и бабушка, и дедушка уже... А вот сейчас жесткий вопрос, извините, но вот вы будете, так сказать, Барби-бабушка, или вы будете до сих пор до последнего? Я буду вести свое дело до конца, потому что это дело моей жизни. Нет, ну, имеется в виду, что, так сказать, ну, понятное дело, легко, относительно легко быть Барби, когда тебе там 17-18, Вы знаете, мне вот само интересно, мне само интересно, что же будет, я вот сама жду этого момента, и вы можете тоже на меня подписаться и вместе со мной ждать моей старости. Вот за тот отрезок времени, что вы увлекаетесь Барби, и коллекцию собрали, и сами соответствуете, какие-то трансформации, которые и на вас, может быть, оказали какое-то определенное влияние? Это жизненное восстановление? Я постоянно чему-то обучаюсь, потому что, например, вот у меня нет высшего образования дизайнера. Я постоянно обучаюсь, я там взяла курсы дизайна. Это прекрасно. Барби, которая учится всю жизнь, мы говорили все время Барби, а в чате у нас, кстати, много говорят о Кене. Понимаете, в чем дело? Ладно, если, так сказать, по поводу куклы-девочки, назовем так, вопросы есть, но все равно это укладывается в некую такую, архетип девочки, ну, в какой-то, да, один из, то Кен не укладывается никуда, потому что это предаток. Ну, мы помним фильм, и там фильм было сказано четко. Кен – это дополнение к Барби. Он даже в коллекции вообще нисколько не стоит. Они как стоили 6 тысяч рублей много лет назад? Так и стоят. Вот, вопрос такой, вот, так сказать, если... Я просто вот приобрела, он вообще не входит в мою коллекцию, я просто принесла, что его показывает. И можно поиграть, да, вот я думаю? Да, и можно. Ну, так и в жизни. Спасибо. Вот, бедненький, я тебя пожалею. Успокойся, орех. Пожелее. Я не знаю, с ними что-то... Вот, я хочу спросить, когда мы формируем девочку Барби, да, ну, так сказать, в широком смысле этого слова, она не будет потом искать вот такого вот Кена себе в спутнике? Она сможет принять... Кстати, вы знаете, я переодеваю, а кого будет искать себе девочку Барби? Тебе не... Я же, Барби будет искать мужчину под стать себе или даже лучше. А какой это под стать? Не-не-не, он какой? Ну, фантазии. Он должен, по крайней мере, следить за собой, заниматься спортом и иметь свой бизнес. Папик может быть у Барби? Пузатенький, лысенький. Вообще, какая разница, какой человек, главное, чтобы она его любила. Главное, чтобы она его любила. Понял? Да, что он это человек. Как он выглядит, это не так важно. Вот он-то и делает, что вопрос-то был как раз про то, Михаил, передавайте сюда. Он же не просто так. Но все равно закладывается некий архетип, но человек, которому... Кто будет выбираться из толпы? Вот такой будет выбираться. Стройный, позитивный и бездельник по большому. Кены же, они все бездельники. Так-то по сути. А он гольфом является? Барби там есть, стюардессы и так далее, фотографы, путешественницы. А Кены, они все вот... Законавтоги, ты не вышла за него замуж. Это мы про кино говорим. И про кино, и по истории. Ой, я что-то нащупал. Вообще, Кен в жизни, это брат Барби. Брат? Да? Вот это вот... Подождите. Рут Хенгер, создательница куклы Барби, назвала Барби и Хена в честь своих детей. Поэтому это брат с сестрой. То есть получается, что Барби по жизни одиноко, и все, что мы рассматриваем... Да, и детей у нее вообще нет. У нее только сестры. Барби, оказывается, одиноко... Все поняли. Она так в итоге и не вышла. Это невозможно в принципе. А вот, понятно. А хорошо. А вот есть же много всяких Барби, которые не зашли. Там, ну, там, с нововведениями, с видеокамерами, еще какие-то, еще какие-то. Вот беременные, по-моему, Да, у меня все эти куклы есть. Вот как вы к ним относитесь? Как вот неудачный эксперимент? Или вы их всех любите, всех, так сказать, все могут быть там в вашей коллекции, достойны вашей коллекции? В моей коллекции все мои куклы любимые. И вот неудачные куклы, они наоборот сейчас самые дорогие, потому что были выпущены маленьким тиражем. Но вы говорите сейчас как коллекционер, а я обращаюсь к вам как к человеку, который вот культивирует этот образ. Вот может быть, это, ну, действительно, знаете, как там, если мы обращаемся к фильме, там у них была неудачная Барби. Ну, это явно где-то вот там, вот оно на задворках сейчас существует и не портит общую картину, образ, который мы вот создаем. Для вас вот эти неудачные образцы, они... Люди разные, и куклы Барби тоже разные должны быть. Вот прям... Орех, а давай поговорим о Татьяне все-таки. Татьяна, давайте поговорим. Вы же человек все-таки. Да, ну, вы себя представляете частью вот этой коллекции? Ну, потому что... Я владелец этой коллекции. Я владелец этой коллекции. А, она сверху, да? Это действительно так. Ну, по жизни это так. Ну, в моих представлениях, если я над чем-то, я должен иначе выглядеть. А Барби мне нравится с самого детства. Получается, что ваши создания создали вас по образу и подобию своему, а не наоборот. Ну, вот в какой-то момент у меня появилось желание создать что-то свое, потому что я все-таки русская, а Барби – это американская кукла. Это Таня. Да, и у меня так появилась идея создать свою куклу Таню. Ваша дизайнерская работа – это следствие вот как раз создания куклы, костюмы? Я всю свою одежду делаю сама. Вот этот пиджак на мне тоже я расшивала полностью вручную сама. Обалдеть. И когда я стала появляться в таких ярких образах, на мероприятиях, на премиях, на концертах, люди стали спрашивать, где я покупаю такую красивую одежду. Я всем говорила, что я шью ее сама. И люди стали просить меня, даже звезды стали просить шить им что-нибудь подобное. И тогда я поняла, что нужно шить для всех. И так появился мой бренд – кукла Таня. Сейчас я являюсь одним из лучших дизайнеров детской одежды в России. Даже детской. Вот это развитие. Есть еще много людей, которые существуют в таком образе. Насколько есть конкуренция, что ли, ревность, кто более похож, кто-то чего-то добился и так далее. Насколько вы вообще держите в поле зрения других людей Барби? В 2012 году было очень модно быть живой куклой. Нас было, наверное, человек 10 разных. Но поскольку для меня Барби – это не временное увлечение, а вся моя жизнь, то я вот на протяжении всех этих лет продолжала быть Барби. А остальные кто-то перестал, кто-то там ударился в эзотерику, кто-то уехал. И я осталась единственная, кто вот через годы пронес вот эту культуру коллекционирования Барби. А что вы чувствовали вот на мозге? Но сейчас, после выхода Барби, опять новая волна, новая волна, опять появились девушки-куклы, которые сейчас даже пытаются некоторые меня там как-то подвинуть с педестала. Уже поздно. Мне что-то заняты. Я свое место никому не собираюсь отдавать. Вы живете, вы работаете, вы зарабатываете. Это вот образ, это основной у вас заработок? Я понимаю, что это не образ, а сама ваша жизнь, но я как человек как-то со стороны могу сказать, вот этот образ, он успешен? Я считаю, что да, потому что у каждого успешного образа есть последователи, а раз столько людей, которые копируют. Я за деньги. Ну, конечно. Я так понимаю, с коммерческой точки зрения это интересная идея, если так цинично говорить. Я скажу так, то, чем я занимаюсь, это не ради денег, это ради удовольствия, ради саморазвития. И это мой труд, который еще и как-то вознаграждается. Хорошо. А обычно женское счастье здесь присутствует? Ну, это мы говорим. Это моя жизнь, конечно, конечно. Я вкладываю всю свою душу, всю свою любовь. Это хорошо или плохо? Я думаю, что это нормально в наше время. Если меня не устраивает мужчина, почему я должна тратить на него свое время. Согласны. Что? Что? Не надо терпеть. Не надо тратить время. Жизнь короткая. Тем более, ребенок уже есть. Все. Оставь куку в покое. Это странно выглядит. Я... Она все-таки мужчина. Понимаешь? Мужчина не... Или девочку потискали. У нас не тискаю. У нас мужская компания. У нас есть о чем поговорить. Ты так вот мужскую... Ну, я не знаю. Ладно, хорошо. Ты тоже переживаешь. Люди, ну хорошо. Я просто не имею права выводить. Дайте, я боюсь, что куклу тоже нужно. Нет, я хотел о женском счастье, но сказали, вроде да. Ну, неубедительно, честно. Вот поэтому женское счастье может и в другой плоскости в какой-нибудь лежать. Какой плоскости? Расскажи, женщина. У вас есть какая-то мечта? Да, у меня есть мечта. Какая? Создать огромный дом-музей в виде замка розового и разместить там всю коллекцию, чтобы самая большая коллекция в мире была у нас в России. У нас в России. Это счастье? Потому что сейчас у меня дом в одном месте, музей в другом месте. Мне очень неудобно туда-сюда добираться. Я хочу все это вот в одно место собрать. Может быть, даже сделать этот дом открытым для туристов. Я думаю, что со всего мира люди с радостью будут приезжать. Сейчас пока в мой музей имеют доступ только звезды наши, шоу-бизнесы, либо какие-то коллекционеры, заинтересованные люди. Я хотела бы, чтобы музей был доступен для всех. Но мне никто не помогает, поэтому немножечко процесс затягивается. От этого Кена никакого толку? Нет, Кен помогает. Я имею в виду в плане государства, потому что меня часто спрашивают, они хотели бы ли я там завещать коллекцию государства. Ни один фонд не останется равнодушным сегодня, если эта идея не поможет нам решить нашу демографическую проблему. Вы действительно говорите, это моя жизнь. Вот о жизни говорить так каратенечко очень сложно. Мы, конечно, попытались, я, по крайней мере, пытался. Попытался, Руслан Арсенович. Я не знаю, я до сих пор бы с удовольствием вывел бы вас на чистую воду и сказал бы в конце, что это все ради денег, что такого не бывает, не может взрослый человек. Даже если я не буду вообще ничего за это получать, я все равно буду заниматься любимым делом. То есть вы все равно будете оставаться вот Барби, вот так? Да. Друзья, амбассадор истинной женственности в России. Давайте уже забудем про Барби. Это человек, который создает нашу русскую куклу, между прочим. И человек, который еще на нашем веку создаст прекрасный сказочный музей, куда мы придем и посмотрим, какими эти куклы были раньше и какими они стали здесь у нас в России. Татьяна, Барби! Спасибо. У меня все в розовом цвете. Я в два раза счастлив сегодня. И вообще атмосфера в нашей студии сегодня просто волшебная и абсолютно сказочная. Сразу вспомнил анекдот, совершенно не хулиганский, но связанный с куклой Барби. Приходит папа вместе с девочкой в магазин и выбирает для ребенка куклу Барби. Барби на отдыхе, Барби на лыжах, Барби в деревне, Барби на пляже и разведенная Барби. И стоимость разведенной Барби в ровно в два раза дороже, чем любого другого комплекта. Почему? Спрашивает папа. Ну потому что, отвечает продавец, вместе с этим комплектом идет еще дом Кена, машина Кена, бассейн Кена и все, что раньше принадлежало Кену. Кену.